Индустрия изменилась. Я чувствую это в геймплее, чувствую в графоне, ощущаю в платформах. Для всех основных брендов были сделаны Лего-игры. Три игры было отдано Звездным Войнам. По две досталось Бэтмену, Индиане Джонсу, Гарри Поттеру и еще одна Пиратам Карибского моря. Однако была серия, которая заслуживала Лего-адаптации больше других. И вот в недрах пламенной студии Travelers Tales была выкована Лего Властелин Колец. Это история стара, как сам мир. Сколько раз уже летопись известных серий была описана посредством кубической реконструкции. Времена идут, но некоторые вещи не меняются. И вот уже новые путники отправляются покорять конструкторные просторы. Их было девять. Девять отважных героев, которые понесли пластмассовое кольцо к месту, где оно было создано. На завод Лего... То есть в недра Роковой горы. Многие преграды ожидали путешественников на их пути. Нередки были случаи, когда им приходилось оставлять друг друга, чтобы растянуть историю на три книги, ну, то есть, чтобы как можно подробнее показать мир и события, происходящие в нем. Ой, да ладно, вы, наверное, и сами уже знаете, что из себя представляет геймплей любой из лего игр. Решение простеньких головоломок путем использования персонажей с различными способностями, разбирание на запчасти приставучих врагов и собирание вываливающихся из всего подряд деталек. Отличием данной игры от всех остальных представителей лего бренда является, как несложно догадаться, сюжет, основанный на Властелине колец. Все знакомые персонажи предстают перед нами в своей кубической версии и разыгрывают уже знакомые всем события. Продолжая моду, начатую Бэтменом, вышедшим в этом же году, все участники сей лего постановки общаются между собой на человеческом языке. Причем фразы были взяты напрямую из кинокартин Питера Джексона, что с одной стороны хорошо, потому что озвучка в таком случае получается очень даже неплохой. С другой стороны, это загнало разработчиков в рамки существующих диалогов, без возможности добавить какие-либо шутки. В связи с этим юмора в новой игре стало меньше. А вот что без сомнения стало лучше, так это открытый мир Средиземья. Во второй раз вводя опенворлд в свою игру, Трэвлер Стейлс решили его разнообразить еще большим количеством всевозможных собирательств. К стандартному поиску разномастных лего блоков добавились рецепты, из которых в кузнице можно ваять всякие полезные и бесполезные в быту предметы. А также теперь существуют побочные квесты, заключающиеся в поиске каких бы то ни было вещей, которые необходимо передать какому-нибудь персонажу. Причем не все такие задания получится выполнить сразу, потому что не все персонажи будут в нужный момент доступны. А если ты хочешь пройти игру на 100% за один раз, то... Вот, наверное, и все, что можно рассказать про новую лего игру. Просто потому, что базовые принципы не менялись уже много лет. Однако во Властелине колец появилась невероятно красивая постановка, потрясающие масштабные батальные сцены и все-таки несколько оригинальных геймплейных моментов, которые очень удачно вписываются в общее повествование. Такие, например, как битва Гендальфа с Балрогом во время стремительного падения вниз. Стоит ли в это играть? Всем любителям Властелина колец обязательно. Всем любителям лего игр обязательно. А если вы не любите лего игры, то... Субтитры создавал DimaTorzok